здравствуйте дорогие друзья сегодня небольшой обзор книги которую прочитав я уже давно но в памяти осталось что стоит сделать на нее обзор эта книга граммыко обучение схематизации в школе вот и по сути схематизация как инструмент обучения здесь показан вот и на самом деле рекомендую книжку почитать особенно если вы занимаетесь обучением да то есть профессионально или принципе планируете подобные вещи использовать еще книга крайне полезная для тех кто собственно пытается понять как это использовать и с чем это едят теории в этой книжке немного это по сути здесь собственно об этом и говорится сборник сценариев для проведения уроков и тренингов собственно книга и есть вот такое описание основных ходов схематизации по той или иной теме которую собственно автор проходил чит традиционно для smd методологии smd подхода здесь делится вся основная структура на три части это собственно то что связано с формирование мышления до тем что связано обычно с коммуникации и организации действия вот но есть два базовых разделения то есть ну например если мы говорим про теоретическое мышление да то здесь как раз таки вот вот эти три элемента и будут присутствовать то есть подобраны те сценарии истории до схематизации во взаимодействии с учащимися которые посвящены ну например организации коммуникации организации собственно мышления и организации действий курс по политическая политическая речь как политическое действие вот и отдельный достаточно недостаточно на самом деле интересный блок посвящен именно применению схем при формировании художественного мышления по сути это сценарии того как вместе с ребятами да вместе с учащимися автор схематизирует и проясняет смысл через схематизацию тех произведений которые они разрабатывают с одной стороны а с другой стороны используется прием ну собственно они реально сочиняют истории по конкретному заданию например воспроизводя в тексте какую-то идею или идею которая была понятна например на берется произведение какое-то прям бунина до молодости старость о чем еще будем говорить вот и собственно там учеников просят создать свой рассказ с похожим чтобы он выражал похожую мысль да и там то есть помимо осмысления самого текста ребята действительно демонстрируют свое какое-то умение выразить в тексте в каком-то таком лаконичном произведении с рассказе на вот идею того произведения который разбирается например и вот очень интересно на самом деле часть художественно посвященные на формирование художественного мышления и опыт такого формирования имеет три части то есть эта работа со смыслом работа с формы и работа смыслом из форма одновременно то есть ну в данном случае последний такт посвященном разбору кабаси да это художник до художественному произведению не картине вот очень интересный блок в принципе интересно читается и достаточно легко непринужденно что называется а вот значит что касается конкретики какие темы здесь взяты ну собственно по оглавлению можно посмотреть какие здесь произведения но здесь они не прописаны к сожалению вот вот когда переходит тема уже работа к теоретическому мышлению формирования теоретического мышления использования схем для этого здесь действительно уже прописан курс реформа прорыва за и против то есть имеется виду что конкретно делалось в рамках этого курса или например курс я мыслю следовательно существует то есть там разбор произведения декарта идет или урок что случилось 11 сентября 2001 года в сша очень интересные и тексты и материалы берутся в рамках этого курса интересные схематизации там в данном случае разбирается тема посвящена именно иллюстрируется стать точнее так называемая схема схема знаний до или объекта знаний которого разные перспективы дают разную схематизацию этого объекта и интересный курс идеализации я в двух словах сейчас представлю по крайней мере ключевые схемы какие-то вот вот тему сценирования уроков я в данном случае брать не буду можно индивидуально почитать посмотреть на вот на самом деле рекомендую прочтению вот по крайней мере именно для тех кто действительно работает с этой тематикой значит здесь описываются задачи все я это к сожалению ну или к счастью не буду сейчас представлять это можно будет почитать но вот я позволю немножко остановиться собственно основном перечне вот таких курсов да которые мы уже перечислили вот здесь кратко они представлены и ключевые схематизации которые там даны интересно что именно ну такой теоретического разбора то есть то что меня по крайней мере когда я обращался к этому к этой работе меня интересовало именно концептуальное описание проблемы схематизации то есть какие основания лежат в основе схемы и затянуло и пришлось читать все остальное хотя на мой изначальный запрос эта книга как оказалось не отвечал а вот однако есть другая книга которая работает в паре ну как бы в синхроне с этой книжкой и эта книга громова то есть это супруга и есть еще работа теоретическая работа собственно мужа данного автора под названием граммыко мета предмет знак вот где дается уже теоретический разбор по сути той практике которая описана и вот таким вот образом да зафиксировано в данном произведении в данной работе вот то есть по сути эта книжка это применение той того концепта или той концепции которая разработана в работе граммыко ювэ не нв вот книги мета предмет знак вот и здесь собственно об этом кстати пишется учебно-методическое пособие обучение схематизации выполнено в логике мыследеятельностного подхода в образовании является приложением к учебному пособию граммыко мета предмет знак 2001 года отсюда второе название книги представить особь то есть второе назначение книги представить особенности преподавания мета предмета знак показать то как данная мета предметная технология применяется на практике ну собственно все остальное то что будет дальше сказано будет касаться деталей в первую очередь педагогического применения этой технологии ну вот если в двух словах касаться о том что в этой книге представлено обобщенно да вот в завершении наверное может быть представлю только какие-то элементы тех схем которые брались ну собственно пример вот в рассказе посвященному теме отношений учителей и ученика да это рассказ виктора галявина я жду вас всегда с интересом вот показано как ребята интерпретируют взаимодействия между описанной в этом рассказе до взаимодействия между учителем и учеником как они вытаскивают различные варианты того какие вообще сценарии смысл какие смыслы взаимодействий могут быть да и на этом там как эволюционируют данные схемы заметно как ребята от картинок переходит например конкретным схемам действительно выражающим какую-то идею это в общем одна из центральных идей всей работы сквозная что схема возможно только тогда когда есть смысл без смысла схема не не существует то есть мы когда мы схематизируем что-то мы выражаем первую очередь смысл все остальное приводит нас либо картинкам либо каким-то символом другого типа вот в двух словах да такая обобщенная форма результата которым подводит учитель или педагог опять-таки да это я сейчас не углубляюсь в содержание переходы которые просто показывая да как собственно учитель работает с каким материалом вот я прошу прощения за может быть подчеркивание излишнее поскольку книга это у меня была досуговым чтением поэтому я себе позволял чуть-чуть ну вот так вот похулиганить вот еще интересный наверное рассказ ну вот по крайней мере мне представляется рассказ по бунину молодости старости где ребята анализировали достаточно сложный на самом деле философский текст и опять по самим этим схемам видно как потихонечку потихонечку да накладываются одни свои аспекты да за рамках заданий и эволюционирует собственно интерпретация того что происходит да вот какие достаточно абстрактные схемы ребята предлагают в том числе на самом деле с такую схему рисовал того что происходит и и в конечном счете да схема действительно показано как очень такой эффективный инструмент подчеркиваю да это школьники это даже не студенты за редким исключением есть другие курсы где говорится о работе с со студентами в том числе вот но показан именно инструмент как очень эффективный инструмент как очень эффективный инструмент вот этой трансформации взгляда учеников и инструмент в котором происходит фокусировка до этого взгляда на выявление смысла сути того что разбирается весьма абстрактные вещи но эта абстракция самими ребятами судя по тому какие здесь приводится в том числе и тексты этих например рассказов которые ребята пишут вот видно как они наполняют эти абстрактные схемы конкретным содержанием то есть это не просто какие-то вот отвлеченные вещи действительно инструмент понимания ими смысла происходящих событий ну и здесь уже например та схема которую представляют не ребята авторы или автор данного учебного пособия или такого курса сборника сценариев представляет свою схему показывая как она работает в завершении могу сказать может быть только один из элементов который мне собственно попал да в тему моего запроса это такие выдержки где автор говорит о касается по крайней основе то введениях или в предисловиях к конкретным разделам где он касается всех или не теоретических посылок например схематизации как идеализации да и здесь например описываются те инструменты или те процедуры которые собственно между собой например взаимосвязаны как они работают вот и так далее но это именно в контексте конкретного конкретной задачи который стоит перед чисто практической задачи который стоит перед учителем перед педагогом в этой работе вот то есть там например функции схемы в отношении например рамках коммуникации да какие они могут быть устройство самого обсуждения положить предмет на стол да или там возможность выделить объект схема как способ выделения самого объекта да из какого-то общего хаоса вот и инструмент например формирование логического понимания предмета и так далее ну это вот такой небольшой обзор данной книги есть в онлайн формате эта книжка в принципе в интернет просторах вот рекомендую к прочтению на самом деле можно брать и вполне если кто-то хочет познакомить ребят студентов или учеников с схематизацией вполне можно брать готовые сценарии использовать их педагогической практике спасибо за внимание на этом все